Добрый день. Я Заблодский Юрий Владимирович. 16.09.83 года рождения. Проживаю в Киеве. Я незаконно осужденный человек. 9 числа мы поймали вора на Майдане. Как оказалось, это был засланный человек от милиции. Мы его поймали. И человек захотел остаться с нами на Майдане. В итоге, говорит, я отдам деньги, только остаюсь на Майдане. Но деньги находятся не на Майдане. Хорошо, говорим, не вопрос. Мы поехали вчетвером, чтобы подстраховать друг друга. И в итоге остановили машину, сели в машину. Белый Део Ланас. Сели, поехали. И когда он нас привез на место, он побежал резко. Когда он побежал, он упал. За ним спустился наш человек. Из нашей четверки. У нас было 4 человека. За ним спустился наш человек. И буквально 3 минуты по времени, после того, как он начал обсуждаться, я пошел по ступенькам. Два человека остались наверху. Нас упаковала милиция. Поставили нас под пистолеты. Был жесткий прием. Нас избивали. А для чего застосовывали пистолеты? Не знаю. Наверное, посчитали, что мы очень опасные преступники. И что после этого отбывалось? После этого у нас всех... Отделили на нас наручники. На всех. Поставили в ряд. И спустились за потерпевшим. Поднимаются, говорят, что у него руки связаны с кочем. Хотя я сам лично видел, когда он бежал, у него не были руки связаны с кочем. Он руками размахивал, когда бежал. В итоге, когда он поднялся, мы не видели ни скотча у него на руках. Ничего. Когда нас поставили, то есть у нас начали интересоваться, что такое все, ну, с какой целью мы здесь. Мы сказали милиции так и так, объяснили все на самом деле, как оно есть. Милиция нас в итоге не слушала. Нас посадили по разным машинам. И моё счастье, что успел позвонить. Я набрал на Майдан сюда. Не буду говорить о чем-то, но я набрал Майдан. И когда я набрал наших майдановских ребят, этот потерпевший, якобы потерпевший, заметьте, на нём не было ни следов, ни побития, ни избиения, ничего вообще не было. Когда он увидел и услышал, что я звоню, он начал стукать по решетке и звать милицию. Говорит, хлопцы, вон никуда и звонят. Сразу же открылась дверь. Ну, естественно, с применением силы, у меня забрали телефон. Один, второй и у моего товарища, который сидел рядом. Но уже они поняли, что мы позвонили, и нас повезли в РУВД в Подольское. Когда мы приехали в Подольское РУВД, нас не опрашивали, ничего. Нам не дали права позвонить по закону, как нам должны были дать. Телефон и звонок сделать. Нам должны были предоставить адвоката. Нам этого не сделали. Мы просто гуляли несколько часов пора делать делу. Просто гуляли. И всё. А вот вы гуляли, а после этого, что отбывалось? После этого уже зашла девочка-журналист. Как я понял, что журналист, она вела видеосъёмку. Она с нами прозговаривала, и она сказала, что мы ей тоже рассказали ситуацию. Она говорит, ну, я, в принципе, вижу, что этот потерпевший якобы неадекватный. Что он называет разные суммы. В итоге он остался, лично её слова были, что она слышала 25 тысяч. В итоге у нас по делу оказалось 14 тысяч, которые мы вымогали у него. Но это вообще, блин, дурдом, извините меня за выражение. А как и куда вас были при затримании и в подальшем, в автозаку? По корту, по ребрам. Чим? С ногами. Нас били ногами. Что меня, что тех ребят. Нас все били ногами. Мы ещё спрашивали, зачем вы нас бьёте? Мы же вроде бы вам грозы никакую не представляем. Пистолеты эти. Это всё глупо. Эта милиция показывает то, что нас она охраняет. Она нас, наоборот, уничтожает. И настраивает людей против себя. Побои вы не снимали? Я не буду их снимать. Суть дела. У меня просто до этого поломаны ребра. Мне их поломали. Дякую вам. Я Сергей из Белой Церкви. Розкажите, будь ласка, как и когда вас затримали? Який вырок вам висунули, виновачивали? Я был затриман 9 лютого. За подрозрою в скоянні злочину за ст. 189 частина группы. Я данное право порушения не вчинял, но співробітники считают, что винен. Как происходило ваше затримание? За каких условиях? Співробітники милиции не обрунтованно использовали вагнепальную оружие и использовали в размере физического вплива. То есть затримание было неадекватно тому, что произошло. Как именно использовали физическую силу и вагнепальную оружие? Ну, подошел, сказали, руки вверху. Когда начали поднимать руки, они начали бить ногами. При этом оголили табельную оружие свою и наставляли на нас. А у вас при себе ничего не было? У нас не было ни оружие, ни чего. И мы на первую требованию подняли руки вверх. Мы подняли. То есть, а потом, когда достали посвящение авганцев, начали у меня, начали брутально высуливаться в мою агрессию. А после этого что произошло? Побитие там? Ну, после этого они у нас, моих товарищей двоих, вяки, вверху, 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 одними браслетами при низкой температуре. И подсказали, что я не буду называть, а не буду давать руку. И подсозрев у меня человек, который лежал дома, до нас не вы golf вверху. Нас просто привели до машины, и меня два наряжения каждый по черзе обшукал. После этого нас посадили в машину, сотрудники что-то между собой договорились, но после того, как хлопцы перезвонили, завезли в райвредел, где нас протримали до 6 часов утра, при этом не отдавшись адвокатов нам, а не дали права пользоваться телефонным звонком. А їжу, воду, можливо туалет, нічне? В туалет отпускали, їжу не предоставляли. А воду? Воду ми просто не просили, потому что я не знаю, как. Кожен в окременной комнате был. Я завтра не могу ничего не дать. Ви говорили до вас, что и родины приходили, начебто правоохоронцы? Не только приходили, на протязи уже двух недель, подъездом у меня чергула машина, неодноразово приходили до жінки, питали, интересовались мною, где я, кто, что, как. Тобто, это еще задовго до вашего затриманья. А вчера уже пришли, наче они шукали какого-то ветерана МВС, у которого, небесно, хотели машину спалить. При цьому вимагали, чтобы жінка дала мой номер телефона, так как я не отдал своего номера співробітникам Подельского райвилу. Потому что отдать им номер телефона – это дать привид прослуховывать номер. Серьезно! Серьезно! Здравствуйте! 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 А какие ваши планы на будущее, как вы хотите, что вы хотите дальше работать? Согласно ухвали суда, я должен находиться в своей квартире за местом регистрации и проживания, никуда не выходя. Когда я спросил у следователя, а если мне нужно в магазин выйти купить хлеба, мне сказали, чтобы я наймал себе нянечку, как вы сказали. Співробетники просто одно не рассчитывают на то, что нас четверых из Майдана уберут, на наше место прийдет 100 человек вместо каждого из нас. То есть уже не 4, а 400. Ну а мы будем подавать апелляцию на заперечение ухвали, потому что мы не согласны с этим, с этой ухвалою и будем бороться за свои права. Дякую вам, держайтесь.